Класс замер. Изабелла Михайловна склонилась к журналам и, наконец, произнесла Рогов. Все облегчённо вздохнули и захлопнули учебники. А Рогов вышел к доске, почесался и почему-то сказал, «Хорошо выглядите сегодня, Изабелла Михайловна». Изабелла Михайловна сняла очки. «Ну, Рогов, начинай!» Рогов шмыгнул носом и начал. «Прическа у вас аккуратная, не то что у меня». Изабелла Михайловна встала и подошла к Артемира. «Ты что, урок не выучил?» «Да!» – с жаром воскликнул Рогов. «Каюсь, ничего от вас не скроешь! Опыт работы детьми колоссальный!» Изабелла Михайловна улыбнулась и сказала. «Ой, Рогов, Рогов, покажи хоть где Африка находится!» «Там!» – сказал Рогов и махнул рукой за окно. «Ну, садись, Рогов!» «Тройка!» На перемене Рогов давал товарищам интервью. «Главное!» – этой кикиморе проголоски запустить. Изабелла Михайловна как раз приходила мимо. «А-а-а!» – успокоил товарищ Рогов. «Это глухая тетеря! Дальше двух шагов не слышит!» Изабелла Михайловна остановилась и глянула на Рогова так, что Рогов понял. Тетеря слышит дальше двух шагов. На следующий же день Изабелла Михайловна опять вызвала к доске Рогова. Рогов стал белым, как полотно, и прокрепел. «Вы же меня вчера вызывали, а я еще хочу!» – сказала Изабелла Михайловна и прищурилась. «Эх, такая улыбка у вас ослепительная!» «Еще что?» – сухо спросила Изабелла Михайловна. «Еще голос у вас приятный!» «Так, Рог ты не выучил!» «Эх, все-то вы видите, все-то вы знаете!» «А зачем-то в школу пошли на таких, как я здоровье гробите!» «Вам бы к морю сейчас стихи писать, Человека хорошего встретить!» Склонив голову Изабелла Михайловна, Задумчиво водила по бумаге карандашом, Потом вздохнула и сказала «Ну, садись, Рогов!» «Тройка!» «Тройка!»